Они по полчаса ждут еще меня, меня обыскивают сканером, без сканера, все мои бумаги просматриваются, прочитываются, пронюхиваются, ну то есть максимально все происходит. И после этого меня доставляют. Это еще процедура 15-20 минут. То есть реально мое общение с адракатами это 50-55 минут максимально. Так, и вот за это время я могу успеть. Само наличие вот этой вот графика, само наличие ограничений, оно уже незаконно. Что бы кто ни говорил, я имею право в 9 утра встретиться с собаками и в 5 вечера с ними расстаться. И никто не может ограничить меня в этом праве. Никто. Незакон, даже закон не может. Почему? Потому что это права, которые загиблины Конституцией, которые не могут быть изменив даже референдумом этой страны. Это к счастью. Но есть другой способ. Тупо не выполнять. Не надо менять Конституцию. Не надо формально говорить, можно просто ее не выполнять. Что и делается у нас в пенсиаре номер 13. Ваша честь, хочу отметить, что законом предусмотрены встречи с адракатами даже выходные. В дни, когда уж точно никого нет. Когда уж точно кабинеты не заняты. И тому подобное. Ну, пенсиар тоже считает, что он не в состоянии содержать еще какое-то дополнительное количество людей. Хотя зачем они это делают? Чтобы вы понимали, Ваша честь. Сидеться с моим переездом в клубу 13. Трое человек из состава Пантеры со мной всегда постоянно в коридорщик. То есть моя камера, коридор большой, только я. Больше никого нет. Во всем корпусе только я. И три работника Пантеры. Круглосуточно. Задари вопрос. Если трех работников Пантеры можно круглосуточно держать, так, а они работают сутки через трое, то есть всего 12 человек для меня, то почему для меня невозможно организовать встречу в субботу с адвокатом? Вашечка, скажу вам больше. Из-за моей скромной персоны, я только так это понимаю, ребята из Фулджиа, теперь еще стоят на вышках в тюрьме. То есть кроме самих работников в тюрьме, еще поставили по каждому человеку на каждой вышке из Фулджи. Так, теперь они двое стоят. И все это благодаря моей скромной персоне. Это еще 12 человек минимум, даже больше. Потому что они меняются около 24 с Фулджи. Дополнительная охрана в тюрьме установлена. Итого, мы видим, 24 туда, 12 здесь, это 36 человек. Значит, на всю эту бредятину у этих больных на голову людей есть и ресурсы, и время. А предоставить кабинет для общения с адвокатами в субботу ни ресурсов, ни времени нет. Вы знаете, Ваша честь, наглость и цинизм в этой стране превышают уже все разумные пределы. Абсолютно. Сказать, что я полностью недоволен такой ситуацией, не могу. Почему? Потому что вы сами понимаете, что одно то, что моих адвокат не допускает ко мне в тюрьму, при том, что процесс закрытый и меня удалили, достаточно, чтобы европейский суд признал это решение незаконным. Потому что права на защиту были очевидных нарушены. Значит, я это прекрасно понимаю, это понимают все, кроме самих заказчиков. Поэтому спокойно сижу, зная, что все это будет отменено по чертовой мере. Зная, что все налогоплательщики налогоплательщики этой страны соберутся и рассчитаются со мной. Потому что снигут именно с них, а не с заказчиков. И с этого товарища, и с этого товарища, а со всего налогоплательщика. С ребят, из Пантеры, с ним, со всех налогоплательщиков. В моем поле. Это все тоже понимают. Все понимают, что происходит преступление. Но никто ничего не делал. Господа, наши оппоненты, тоже все понимают, но свою пластику крутят дальше. Как говорится в анекдоте, Гамс крутит старый диск на новом пулемете. Поэтому, Ваша честь, я хочу отметить, что невозможно жить в таком правовом нигилизме. Невозможно говорить ни о какой европейской интеграции, когда в стране выстраивается авторитаризм и фашизм. Невозможно говорить о развитии общества, о каком-то достатке, когда в стране похищаются миллиарды долларов, когда в стране бизнес, политические оппоненты сажаются в тюрьмы, когда нарушаются все конституционные виданные и невиданные права, когда власть, администрация, даже видимость закона по совершению не хочет создавать. Не хочет создавать для чего? Ведь пример Платона он создан для запугивания граждан. Это все делается не для того, чтобы Платон вверх бог, а запугать всех остальных, показать, у вас нет никаких шансов доказать свою правду. Никаких. Вот видите Платон, он не воровал, он к этому миллиарду не верит никакого отношения, но мы его посадили, мы его сгнобили, мы его уничтожили, мы у него забрали все имущество, и мы сделаем так же все с вами. А как частный пример, ваша честь, мы даже адвокатов к нему не пустим, мы даже нарушим все, что можно. Вот, есть человек, он не будет ходить к нему, у него но он не будет ходить. И потом не будет с ними встречаться. И он даже не сможет им сказать, что надо делать в суде. Он даже не сможет им вопрос к свидетелям задать. Он даже не сможет свидетелей своих вызвать на процесс, потому что мы не надеем это сделать. Понимаете? Как в старом украинском анекдоте. А ты не будешь есть. Почему? Ну это же тебе недавно. Вот вся история моего дела. И Ваша честь, то, что вам принесли этот график, да, это еще, это нагло демонстрация. А нам плевать, Ваша честь, вот мы можем даже график пинуть, что мы его ограничиваем. Мы вам доказываем это. Ваша честь, они даже не подумали и даже не собираются думать и доказывать законов своих действий. Они формально отписываются, у них нет кабинетов. Ну нет кабинетов, я что-то понимаю? Я не буду сейчас задаваться вопросом, что закон вообще не предусматривает, есть у тебя кабинеты или нет. Закон вообще не предусматривает, что ты его исполняешь по мере своей возможности. Закон предусматривает, меняешь и все. Понимаете? А не рассказываешь истории, что если у меня будет возможность, я буду исполнять закон, а если не будет, то я его не буду исполнять. Ваша честь, данный документ показывает, что октябрь-сентябрь месяц были кабинеты. Посмотрите по графику, я из десяти часов встречался, были из девяти до семнадцати часов я встречался с адвокатами, писали позицию по делу формировали, я допрос давал прокурору, я наивно предполагал, что я сейчас расскажу, как оно все было, я вскрою этих негодяев, а он все записывал внимательно и спрашивал меня, да и так вот, да и так вот, проверьте, вот того свидетеля вызовите, вот того свидетеля, давайте я сделаю почную ставку, с шором, с тем всем с глубокой наивностью и простотой я надеялся, что месяца обстоятельств сделаю я и все ни Продолжение следует...